Достали кейсы, где от тебя ни хрена не зависит? Еще бы! Тяжело верить в удачу, когда у тебя нет выбора. Realdrop.net запускает новый формат кейсов, где у тебя есть выбор. Теперь ты сам выбираешь, какой шмот тебе выпадет. Пора сказать стоп старым форматом и взять все в свои руки. В свою крепкую правую руку. Ну ты понял. Realdrop.net. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья. Мы сегодня будем смотреть за игроком Папарацци. Для тех, кто не в курсе, Папарацци выиграл всех самых топовых мидеров в матче Соло Мид на эсэфах. И Миракла выиграл, и Артизи выиграл. В общем, очень сильный эсэф. Один из лучших, наверное, в мире. И нам удалось вырвать катку. Конкрасно этому герою, как раз на эсэфчике. Приятно всем просмотра. Будем сейчас наблюдать за супер классной игрой. Да, уточнить нужно только, что это было пару месяцев назад. Но по-прежнему скилл его остался на высоте. Это был дак, то есть, там, Азия Чемпионшип. В общем, турнирчик. И он показал очень хорошие результаты. Миракл просел, причем очень сильно. Ну и наблюдаем теперь, как он будет кайсить в миде против Пака. У которого 68 дэмэджи. На целых 20 единиц больше. И смотрите, что он делает. Он сразу начинает агрессировать на него. То есть, если есть возможность ударить его пару раз, то он воспользуется этим, конечно же. У Бака нет никакого хила. Он прочекал этот момент. И поэтому начинает давить. Еще это... Очень правильно тактика. Еще я думаю, что это связано с тем, что SF сейчас очень сильный. Даже когда у него кайлы первого левела, он уже очень может нести много дэмэджа. Наверное, поэтому он еще и выститает, да. Вот сейчас висит как раз действия кайла на паке. Ну, выгоднее, конечно, первые кайлы и зайцы, то есть по два сразу. Иначе дэмэдж не будет стакаться. Лишнюю 60 урону не нанесутся. И нужно, наверное, открыть добито и отнято. То есть, посмотрим на ласт хит. У SF опять на два. У Пака тем временем 4 на один. Если ты так сильно отпускаешь SF со старта с первых минут, то потом будет очень сложно добивать крипчиков. Потом тебя он будет просто либо тычками прогревать, либо теми же кайлами, которые наносят нереальное количество дэмэджа. Ну и вообще, как бы, на SF против Пака не так-то легко и стоять. На самом деле, Пак неплохо себя чувствует против этого героя. Да, отлично, отлично чувствует. Пак задоджил Койл. Единственный момент это вот додж кайлов. Ну, проседай, тут будет SF. Но если все правильно делать, разводить именно тычками, то можно и выиграть. Вы спросите вообще, как вообще закупается папарацци на старте? Он купил себе, как вы видели, веточки, плюс фангустики, вы ему запулили, плюс обычный врейсбэнд. На турнире один на один, когда у него не было хила, он покупал себе очень часто фангус. Я заметил такой момент, что фанга на SF он всегда покупал. Все медили берутся бирейн дрову и фэрифайры, там, допустим, обычный аэрон бренч, то есть веточку. А он себе брал тангуса, то есть он жертвовал теми самыми единицами урона, чтобы просто давить на вражеского мидера. Он бил его, бил его, бил его, у вражеского мидера просто не хватало хила. И ему приходилось стрейфаться назад, и тем временем папарацци просто добивал крипов. Сразу же аквила есть, очень хороший фарм у него сейчас. Пака на одного крипа больше, но это не страшно, все-таки дэмэджи у пака побольше. Развел пака на шляпе. Сделал вид, что кастует койл, но потом отменил его. Проверил реакцию просто пака, и сейчас нужно просто давить. Опять развел, и можно дать еще один, в принципе, койл. Да, папа летает. Правильно сделал, что летел, иначе бы он просто умер. Дал бы милишный койл, потом пару тычек и рейнджевый койл. По левелу, как мы видим, эсэф уже просто опережает. У него 8 дэнаев, в то время как у пака всего лишь 3. И пак очень часто отходит от экспы. Эсэф его зонил жестко. Ну вот сейчас паку будет крайне тяжело стоять. Эсэф получил уже преимущество, набрал себе душ, и восхитить будет тяжеловато. Я сейчас смотрю на дэна шефа, и понимаю, что бедный пак. Как он сейчас будет фармить, непонятно. На 30 целых урона больше. Вот он сейчас разводит, 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 а потом просто доскоил, и пак по итогу в шифту не уйдет. Ведомин будет точно проигран. Плохо откинул арбу. По итогу только одного крипа забрал спачку. Ой, и опасно сейчас может быть. Но ушел, ушел пак. Вовремя пошел вперед. У пака третий левел, почти четвертый. У эсэфа уже пятый. Слишком много экспы. Он еще и доняет. Паку можно уже уходить гангать. Типа тут вообще без вариантов. Каждый грипп на линии, если, конечно же, он не будет пушить линию, будет запопрацей. Кстати, соло ММР у него был 9000 ММР. Последний раз, когда я смотрел сейчас, ну, бронь такого уже, наверное, остался. Да, я смотрел, ну, на дата бафе написано 9 там с копейками, но у него, возможно, больше уже, да, потому что не факт, что обновленное. Все зависит от игрока, который пооткрывает свой дата баф и показывает ММР в профиле. Выход на ваборация, два суппорта пришли, один станчик, второй станчик, третий станчик. Очень много контроля, руты, плюс стан с лардера. Да, очень много дэмэджа и контроля. Тут уже грех не убить вообще любого мидера. Три героя, да, уйти здесь было тяжеловато куда-то. Но, на самом деле, они сделали это очень поздно. У СФ уже есть Сиги, у СФ уже есть Эквила, ну и плюс тапочек. По фарму у него все прекрасно. И, как мы знаем, этот герой очень классно пушит линии за линии. Теперь нам лайн крипов дают очень много золота. И в лес уходит очень рано и тоже может там выфармливать. Тем более новые койлы, которые будут давать порядок больше дэмэджа. СФ дадут большой буст. Немножко не попал по паку. Тем временем серия убийств на Дарк Виллоу хорошо стартанула. Очень полезный фраг сделал я в миде. И тангусики себе приносит. Понимает, что проиндропчики не особо тут помогут против пака. У него все-таки два спала активных. Одним избивает, второй кастует. И момент. Он выходит в магик дэмэдж. Ну давайте разберемся вообще. Что вообще случилось с СФ? Многие, кстати, не знают, почему СФ сейчас тоже профит накачать в магию. Во-первых, за каждый койл, то есть за каждый второй койл после первого, естественно, дается доп урон на 60 единиц. То есть если один койл дамажит 300, второй 300, то если вы попадете вторым, при наличии эффекта от кайла первого, то будет нанесено всего 660 урона. И это работает на любом левеле доп урон за койл. Протестите в лобе кому? Более интересная механика работы этого спала. И обратите внимание, теперь на таланты. 20 скорости атаки и 10% корону от способностей. Файт начался. Ну скорее всего бывают дезераптора. Дезераптора управляют. Очень хорошо, что убивают дезераптора. Баб сейчас мудрискует очень сильно, но дает сайланс и отходит. Да, просто отошел. Хорошо, что умер дезераптор, потому что этот выход планировался именно на эсэфа. Они могли убить эсэфа, но дезераптор с собой прикрыл. Фейс чек. Да, фейс чек называется. Пробежался. Так вот, по талантам 10% корону от способностей есть у эсэфа. И это на самом деле достаточно много, учитывая то, что у тебя еще бонус дэмэдж от кайлов есть. Учитывая то, что у тебя ульта. Плюс она может быть с аганимом. Это очень круто. Помимо этого, 15 левел. 40 скорости передвижения. Для магического эсэфа догонять юнитов будет еще проще. Просто зафоловил, дал койл. 20 левел. Самое, наверное, одно из самых основных умений эсэфа. Это 150 к урону от шадоу рейс. То есть каждый койл теперь будет бить по 450. Это нереальное количество просто. И они еще, естественно, стакаются на 10% от урона на способности. И 60% коронусного дэмэдж от обычного кайла. То есть от 3 кайлов будет примерно полторы тысячи урона. Чуть больше даже. Больше чем полторы тысячи. Какой лютый дэмэр. Ты просто дарквилл. Светерквилл бедная стирается. Да. К сожалению, фраг не достается эсэфа, но ничего страшного. Они сейчас могут под пуш на кавер разобрать. Дэма же сейчас очень много. Дэмэр будет. И стоит, кстати, упомянуть тоже талант на 25 левеле. Трик урону за душу. То есть у нас, естественно, если вы идете в физ дэмэдж и 25 левел, также левая ветка. Это 40% перезарядки способностей. С акторином у эсэфа кайлы куда унится примерно по... Секунд 4-5, наверное. 4 секунды кайл. Вы представьте, вы даете 1, 2, 3 кайл. Секунда проходит, и у вас снова есть 1, 2, 3 кайл. Здесь по полторы тысячи урона можете прошивать. Очень много магии. Да. Плюс какой-то агоним, может быть, не будет прям совсем круто. Еще нужно не забывать о том, что есть такой артефакт, как Кай. Кай и дискорд. Я видел одного эсэфа, который один раз собрал себе Кай и дискорд. Собственно, все это дело кинул, то есть дискорд. Еще дополнил этэр, этэрилом 1 кайл, нанес примерно 700 или 800 урона. Представьте, кайл залетает на 800 урона. Один только кайл. Да, а их есть 3. Да, а их 3. Еще и с маленьким кулдауном, прям совсем жестко будет. Покатывай даже 3 кайла, у тебя уже первые откатывать будет. Ну, конечно, да. Это сильно, это очень сильно. Притягивается на бот, прогревает антимага сразу же одним кайлом, второй не стал давать, чтобы. Постоянно себе носит Кларити, постоянно берет, постоянно находится под действием Кларити. Манда регенится. В комбинации с Эквилой реген 9, почти 10, это очень много. Конечно. За 9 секунд, грубо говоря, кайл окупается. Всего лишь 9 секунд. Кларити дает, по-моему, 4 или 3 мпоригена в секунду. Что-то в районе того. Может быть, чуть-чуть больше. Не особо важно. Суммарно очень много получается. СФ выходит, дает 2 кайла. Хорошие кайлы проходят по Дарквиллу. Еще есть кайл-2. Он просто взгорает. Солдар убежал. Быстрый солдар на спринте. И следующим артефактом он убирает себе Юла. Очень крутой артефакт против антимага. Прям здоровский. У героя достаточно поздно появляется. Та же манта. Вот. Не сможет скинуть лишний раз. Не сможет поделить урон. От того же ультимейта. Не то, чтобы поделить, а как бы стать дальше. После ее уловки. Ну и ульчики будут прям правильным выбором. Будет взрывать. ЕСФ, Эйдер Квиллу, Славдар. Если бы сделать директор, по таймингу. Взрывайте СФ. Взрывайте, взрывайте мага. С баком вот интересно, как будет все происходить. Я не знаю, у Пака просто шифтан. Моментально конструю. И наверное его прям тяжело будет. И даже не знаю. Это прям супер по таймингу все уже сделать, чтобы. взорвать ее улов Пака. Помнишь, мы когда с тобой говорили о кастанке, которая дает возможность мантой доджи скиллы и под ее уладывать проказ. Так вот, я думаю, что на СФ, если вы идете через магический проказ и собираете, любите собирать ее улад, то обязательно нужно потрениться в этой кастанке. Ну да. Можно изучить дайминги и улов. Если прям делать все четко, то от вас вообще тогда никто не уйдет. У врага не будет и секунды. Единственное, что успевает БКБ нажимать. Точно знаю, что после ее улов, если вы будете просто на стопом кликать на клавишу под БКБ или просто мышкой резко кликать, то вы успеете в БКБ войти до входа магического урона. Причем любого. Вот такая вот маленькая особенность. Кстати говоря, вот несмотря на то, что он не идет через физический дэмэдж, он ведь все равно в основном фармит благодаря кайлам. Да. И фарм, по сути, все такой же сильный для СФ. И слоты прибавятся быстро. Он его просто поднял, чтобы развести. Есть глимпс. И он никуда отсюда не уйдет. Немножко никуда. Дезератно придется продавать. И нужно просто отходить. Еще есть ультимальт в УСФ, но рисковать не стоит. Лучше пойти. Через Дум забирают антимага. Кстати, я не могу, да, здесь действительно будет непросто. Все-таки Дум имеется в команде. Довольно сложно. Сложная игра ему предстоит. Ну и, как говорил Рамзес, у которого уже 10 тысячи мэра, видишь антимага пикой СВН. Ой-ой-ой. Он действительно работает. У него взорвет сейчас, да. И это было жестко. Руна волшебства в деле. Все нормально. Он же под аркейном скастовал ультимой, да. Он под аркейном кастнул. Это и двой неприятно просто. Заметь, что он не покупает себе боттл. Я сейчас заметил, что большинство мидеров просто забили на боттл. Тем более мидеры на просцене. Вот такие вот группа по раций. Ведь сейчас боттл не очень ровно покупать. Очень редко сейчас покупают. Да. Раньше, я не знаю, в любых практически мидерах брали боттл. Даже, по сути, тем мидерам, которому он не особо-то и нужен был. Ну да, да. Тут просто он не нужен по двум причинам простым. Во-первых, когда ты уходишь за руной активной, ты пропускаешь фарм на линии. А фарм на линии сейчас очень большой. Там лишние 20-30 монет с линией самарно получаются. И как бы не хочется терять вообще. И что самое интересное, нельзя обузить курьера. Помимо того, что нельзя просто ложить боттл, а теперь у курьера еще ему в спида нету. То есть ты просто боттл не пообузишь. Да. А наисы очень часто обузили. Уходили в леса, тура сюда носили боттл. Сейчас он заменяет боттл себе кларетками. Просто носит себе кларити. Ну, эффект почти то же самое. Лишний раз купит себе кларити и отрегенится. Выход в замоках. Скорее всего, идут за антимангов, чтобы остановить его фарм еще сильнее. Но тут поймали Слордара. Четвертая позиция. Не очень приятная цель. Но тут же есть пак. Ну, пак сложно будет убить. Даже Тунта и Человек сейчас заставит во всех господи. Против Дорфилу до сих пор не научились играть. Хороший гримс на пак, но не стоит давить. Ну, что? Довладим, подбирают СССР. Да. Может, садись, половина темы. У него тема это еще откатил, между прочим. Так что он может что-то попробовать. Хотелось бы только взять ультимейт на двоечку. Он мог, в принципе, сейчас попробовать поднять на Юлан. Дорфилу, герой, такой, что может и отпор дать. Накинет лишний раз. Террорайз. Он поможет, я еще и убью ТСФ. Не нужно давить так сильно. Слушай, вот он хоть и послал в магик, но он не покупает Тайгер. Он сразу начал себе собирать БКБ. Ну, конечно. Он тут далековато, герой. Далековато. Но он думал, что еще Дум поможет. У Дума были барабаны плюс Фейзи, он не нажал. Ну, хороший койл, завершает фраг. Без Дагера тяжелых, конечно. Хороший ультимейт проделал выдать. Да. Дума еще просто второй спелл-шилд. Слишком много блокировки магического урона. По-сидицу момента, я вот подумал. Неужели ты хочешь выйти в магию против антимага? Это же как-то... Нелогично, кажется, да? Да, да, да. Но просто у них визухи на самом деле достаточно будет. Есть еще Дум, который все-таки кинет свой Дум. Антимаг будет не таким полезным. И, скорее всего, именно в него она будет кидать его постоянно. Команда Рейтинг, пик команды Рейтинг, мне больше нравится. Если порассуждать, у вражеской команды только один физический урон. Это антимаг, который может что-то предъявить на минуте, там, допустим, сороковой. Пак уже слабее гораздо. Тем более пака сейчас загнобили. Абадон совсем не тот герой. А, по сути, нужно законтрить только антимага, чтобы выиграть эту игру. Остальные герои вспомогательные антимагу. Да. Ну, а у тебя есть Дум, как бы, но тут такое. Когда вы видите Дума, вам нужно пикать с двух коров, желательно двух коров, и хотя бы, чтобы один из них мог раскастоваться. Ну, антимагу нужно собирать какой-то аганим, и его команде всякие, там, я не знаю, лотосы, линкен-сферы, и все это набрасывать на антимага. Максимально просто защищать его. Насчет аганима, да, ты прав, он очень крутой. Но я видел антимагов, которые собирают, знаешь, и аганим, и линку. То есть у них есть два эскейпа. Когда, грубо говоря, сбивают один, тут же второй есть, потом откатывается первый. В этой игре, на самом деле, если у него был бы прям хороший фарм, то, может быть, стоило запроигнорировать манту какую-то, именно собрать аганим плюс линку, вот для чего это делается. Первое, самое важное, наверное, это глимс дезраптора. Потому что он может глимсовать просто в static storm, и тебя уничтожают. Второе, это стан Свена. Свен может просто прыгнуть в себя с каким-нибудь, там, не знаю, бкбшкой, там, шотнуть. Не обязательно даже покупать айтемы на урон. Очень много уронового Свена. Вот. Потом, что еще есть? Юла и Сэфа. Также взрывать будет, то есть, один раз не повезет, подойдет прям в упор. Хватит дэмэджа с максимальной ультой. И взорвет. Но есть еще два очень важных спула. Это лассо бэтрайдера, которая мерзкая, противная, 3,5 секунды контроля сквозь бкб. Это сильно. Ну и дум, который тебя просто выключает из игры, и ты проигрываешь файт и драку в целом. И игру в целом. Поэтому, наверное, стоит тут собрать, наверное, и линку я гоним. Если денежки позволят. Я не помню, кто из про игроков так собирался. Но знаю точно, что... Собирались. Собирались, я помню, да. Были такие случаи. Но вот это как раз, по-моему, тот случай, когда такой закуп реально нужен. Но успеет ли он его нафармить? Потому что пик довольно агрессивный. И если они сейчас начнут давить, то антимага просто не будет времени, чтобы это надо нафармить себя. Ну да. А классно. Очень даже опасно. Антимага такой герой, который может сейчас просто не драться. У них, в принципе, хорошеньким файтом. В миде расписывались. Нажимает SF Ultimate. Взрывает тот же Dark Willow. Очень много урона также прошло по Абадончику. И Абадону стоит дать просто финальные койлы. Да. Уже двоих закончил. Очень много урона. Тысяча золота сверху. И он закинул себе даггер. Да. Дальше будет опаснее. Нижнюю башню сил. Проблема-то в том, что вот сейчас для них, они выиграли Team Fight. Видите, как хорошо задоджил. Они выиграли в файт, но антимаг все это время получал золото. И получил он целую тысячу голды с файта. И по сути преимущество сейчас у Райден всего в 1К. Это немного. Потому что у них в команде думает. А антимаг пойти как может. Фармит, фармит, фармит. Держится на второй строчке. Держится рядом с SF. Почти что одинаковый Нетворд. Все, кстати, да. Второй антимаг, я даже заметил, слишком много. Он прописывает урона своими кайлами в лесу. Но при этом у SF. Семь килов. У антимага 0 килов и 2 смерти. Что у антимага еще и неплохо. Он просто забрал его с кайлов. Вау. Ты видела этот дэмэдж просто. Кайлы очень много. У него еще и руна волшебства. Но это вообще прям. Да. Сейчас бы бэкбэшечку нажать под волшебством. Так, отправляю. Кому отдачись. Гримсонули паков, стадик шторм, но к сожалению успевает выйти пак. Какой-то неудачный файт получился по итогу. Мажет одним кайловом. Дает 3 кайла, одним не попал. Но это не страшно. Можно поднять себя на юльчике, чтобы не застанет тиммейтов. Молодец, прям по таймингу. Неожиданно очень в конце нажал. Ну и еще с кастой. Юй-юй-юй, когда же они все в кучке стоят так. Просто в койлы встали. До мульти, к сожалению, не хватает немножко урона ульта. Вот только-только откатило. Кстати, он может кого-то взорвать. Как же быстро кулдауниться койлы под аркейном. Он просто... Он просто выдает потычки по койлу по каждому герою. И снова койл будет. Есть. Он замахнулся, чтобы обмануть. И ты паут просто отсюда. И антимак начну обрешать. Антимак молодец, тоже делает даблкил. Он купил себе яшу. Но я так понимаю, что он все-таки манту себе хочет. Да, он купил все манты. Если ранее манта вот такая, очень ранее манта 20 минут. Ну, относительно ранее от всего того, что происходит сейчас на карте. Антимак выносит уже манта с этой игры. Все, что может делать, он делает. И тавр на боте, кстати, сломал. Я даже не заметил. Ему бы сейчас еще топ поддавить, чтобы потихоньку подбираться к Т-3 товарам. Антимак число очень сильно в этом мете. Он уже 18-го левела. То есть он обогнал и нашего папраце. Ты чувству, когда она комментирует шоссе, но болеешь за антимага. Не, ну знаешь, всегда вот интересно смотреть, как вот такой вот герой, как антимух. Антимух камбекает. Убивает герой антимух. Он может взорвать. Ужас хороший спар. Отличный спар. Отличный спар. Своим телом прыгнул антимага. Молодцы. Так и надо играть. Нужно играть на антимага в таких играх. У них, по сути, есть чем дефать хайграунд. И пак, литр Квилл. А бадончик лишний дэмэдж впитает. Красиво сыграно. Еще есть БКП ульта. Не хватает. Чуть-чуть не хватило, но вот добил так. Просто ульта еще только 2-го левела. Антимага молодец. Антимага все правильно делает в этой игре. Просто прям... Я вот реально, я болею за антимага в этой партии. Делаю все, что можно. Я против Папарацци у него особо шансов мало. Но сильный игрок. Но линка будет. Линка будет быть с линкой попроще. Против антимага очень хорош. Ну прям крайне хорош. Он его просто уничтожает. По ее, ее, плохо, манта нажал антимаг. И тут же эсэф тут на подходе. Нужно фоловить Дарквилл. Помигал нашу Папарацци то, что нужно убивать ее. А, она нажала ульту. Но толку от этого не особо много. И ульчики себя нет. Не успел, но добили. Добили через Коилл. Превосходит богов уже на 22-й минуте. 13 фага. Одна смерть. Только никто не видит за антимагом, смотри же. А почему не аганим? Он ему нужна манореген. Большой нужен. Наверное, из-за этого. Возможно, но... Блин. Линка, конечно. Посмотрим. Будет ли он дешевле? Что самое интересное? Он дешевле и дает много хп. Больше хп, чем линка. Ну, может, выбор такой. А может, он хотел с линки начать, а потом уже... А потом уже собрать аганим. Ну, не знаю. Не знаю, чем это обусловлено. На тиммейтов разве что нельзя вязать. Аганимчик. Может, он Паку хотел давать тоже в файте. Судак, а такая перспектива. Да, тянул на Пака и умер после этого. Очень хороший фарм антимага сейчас. Ультиматер уже почти есть. Ультиматер антимага погнал у папарацци, у которого 13 килов. Нужно бежать отсюда антимагом. Просто ранить. Он что-то чувствует. Чувствуешь, что они так. Заходят в смоках. СССР, а тут же пропалили. И нужно отойти. Нужно просто бежать отсюда. Нельзя фармиться. Антимаг уходит и папарацци начинает файт. Взрывает моментально селедочку. Просто через БКБ, через мотивное. Так же умирает еще и Пак, и антимаг. Как же хорошо он все делает. Не дает ни секунды. Он сейчас, скорее всего, умрет. Там же Юрчик есть. Смотри. Там линка есть. Ладно, там линка. Там линка есть, но Свен мог подойти. И Свен мог просто подойти и дать тоже станчик. Кстати, вот если у вас, допустим, во вражеской команде есть антимаг, вы играете на каком-то Свене, к примеру, у которого станчик имеется, вы давайте обязательно стан не в герое, у которого линка, а, допустим, в соседнюю цель. Либо в крипов, либо в героев соседних, либо в иллюзию. И герой, даже с легенцферой, по-моему, застанется. Да, должен. По идее. Раньше, по крайней мере, встанялся. Он тимага нужно бежать просто. Если бы за ним пополовил, но нельзя, нельзя, не тимагу. Этимага нужно идти на бот. Там операции просто потрошит героев. Нереальное количество демонов прописывает. Вот сейчас они немножко неправильно делают. Они увидели, что Рошана отдали. Нужно просто уйти на Т2. Вообще нужно уйти на хэйграунд уже на такой минуте. И даже Т2 не дымать. Просто отдавать спокойно без боя тавра. А антимаг будет сплютушить. Как только кто-то уйдет на телепорте на антимага, пак должен попытаться хотя бы одному сбить. Телепортик. Вот это будет красиво. Два. Плюзер пилу есть, который террористом сделать. Пил на нем, на этом герое. Да, либо всех оставить там, а чтобы тимаг ломал просто базу. Либо с ним дался он на базе. Он в принципе сейчас уже может посоперничать со с воином, но у с воином бкбшка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поцепили. Да, скорее всего он у нас не уйдет. Он уйдет. Он умер. Да нет, он умер. Что? Он еще завал-то. Да. Мудрился сделать киво на саппорте. Они на крупу байзере. Они специально повели куру в лес. Антимаг прыгнул они. Байбэк, а не станет байбэк. Финаля. Прыгаю. Вау. Вау. Все. И в образе раскастовался, добил еще. Вот это очень-очень-очень серьезный момент в драке сейчас произошел. И папарацци еще маякнул то, что у него есть БКБ, когда его убивали. Когда он грезнулся с Эггиса, он пинганул, что у него БКБ нет. Ну, в откате он может его поражать сейчас. Не в кулдауне. Это была раковая ошибка. Вот это, это было критическое. С перевесом всего в 11 тысяч, это немного на самом деле. Вот этот перевес стал только после этого файта. Да. Они в ноль просто выиграли драку, потому что все просто стали под стан Свена и подальту СФ. Свендал две тычки и СФ просто разметился. Жиды. И, конечно, может, это что-то значит на их... Да, это же значит, что это значит на их языке. Их, скорее всего, да. Блин, это было круто. Все просто идут в трон. Да, игра на этом будет закончена вообще точно. Хотя они могут еще попробовать поддефать, но... Репарация есть БКБ-чечка. Да, нужно... А что он стал, он взял? Смотри на эти койлы, по полхп отрывают. Просто по полхп. Опасно. Даггер открытил, может сделать линкаут, он так и поступает. Да, смотри на эти койлы. Хороший талант, хороший талант. Действительно, если идти в магического СФ, прям дэмэджа очень много. Усилили? Да. А ведь усилили магического СФ. Они потихонечку-потихонечку добавляли ему там магические всякие штуки. Аганим сначала вели, там ульту усилили, потом койлы усилили. И в итоге сейчас прям магический СФ смотрится очень серьезно. Да, я сейчас, кстати, посчитал, если он просто прописывает три койла. По юниту, у которого нет магического сопротивления, то он наносит 1700 урона. Офигеть. А, ну если с магическим сопротивлением, посчитать, ну примерно будет там тысячу... Это вот с этим талантом, да, на 150 дэмэджа? Да. Да, на 150 дэмэджа и на 10% короноспособности. Примерно полторы тысячи войдет в героя с магическим сопротивлением дефолтным 25, то есть, если ты не покупаешь худ, пайп и тому подобное... Представь, полторы тысячи урона. Пораз ты делай телепорт на лавку и хочет Докторин себе приобрести. Покупает его райт-кликом и возвращается. К тому же трон, трон сносит. Хорошая игра, он достаточно стабильно сыграл, показал им своего СФ-чика. Там трон уже ломается, калочка подходит к концу. Да, суетом уже один период за против всей команды. Не успевает, да, это спойл. И это ГГ. 29 минут понадобилось, чтобы выиграть эту игру. Ну, вот так вот бывает. Спасибо всем за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok